Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ничего кроме группа пикник все на каждую себе там свою мозгу нас расставляет так скажем на ту полочку на которой ему кажется значит уместно вообще если так подумать то правда кажется что все должно совпадать что готика это какая-то такая грустная меланхоличная культура и вот если вашу музыку послушать то действительно как-то все совпадает нет но иногда мы играем и на готических так скажем как назвать шабашах шабашах это на которых присутствует сразу несколько мэрилинов мэнсонов кто из них краше даже сложно сказать то есть в таких же одеждах такими же прическами и зрители иногда приходят соответственно одеты то есть костюмированные облегчает задачу и нам им облегчает эту задачу но иногда мы выступаем и у байкеров у нас нет ни мотоциклов не бород да не бород не мотоциклов не животов фут-фут-фут поэтому что уж байкеры так скажем видят у нас это тоже готов вот вам сразу вопрос от ижевских фанатов в двух словах расскажу как вы можете поучаствовать нашей беседе во-первых есть телефон мы в прямом эфире можете это про и 740 1685 код москвы 495 или пишите через интернет номер аськи 3 тройки пятерка 4 4 5 и сразу вопрос эдмунду от ижевских фанатов будут ли в новом альбоме песни с фразами из гайдаев из гайдаевских фильмов вот про лесгинку твист все украдено до нас вот украдено до нас уже есть эта фраза до в песне маркобесия джаз не могу я избавиться от детских впечатлений от фильмов гайдаевских и поэтому уже не власти над собой маркобесия джаза великолепное название но я песню раньше не слышал а вы можете изобразить честно говоря не хотелось бы потому что она а что с ним то ритмически агрессивно агрессивная да и без барабанов это будет слушаться так скажем комично то есть и под гитару мы исполним ближе к русским народным песням то есть ради вот маркобесии джаз надо ждать ну почему вот мы до ижевска скоро доберемся надеемся и там у нас будет не только ритм но еще соло персонажа на оголенных проводах вольтных провода для влечение плавно то есть это такая расстроенная бас-гитара элементы шоу то есть это выходит человек человек берет два провода защита его начинают это сон начинает то есть это скорее шоу проводов на человеке не шоу человек это их так скажем взаимодействие я там стоит себя дежурят скорую помощь то есть они всегда его берут потом как откачивают вот продолжает продолжается вопрос от ижевских фанатов в чем какова концепция нового альбома если можно раз уж мы так сразу концепции уже об альбомах лучше например человеку хорошо чем никак да лучше хорошо это изначально потому что я стараюсь не слушать рекомендации которые говорят мне об альбомах потому что я не нахожу то как правило чего мне там рассказали что там вот это похоже на это или на это поэтому вот лучше не давать каких-то изначальных вот никаких даже слов то есть музыка все оно надо слушать как фильм можно о нем сто раз говорить но каждый на фильм хотя бы можно сказать про что он там про войну там нет но если он более-менее например если фильм зеркало например про что он то то есть если у тебя совпадает скажем настроение значит это фильм твой если он не совпадает значит это фильм не твой вот так же наверное из пластинка вместе совпадает у тебя в данную секунду какие-то самые векторы там с барабанами допустим да песня эта песня с барабан есть песни до в этом альбоме с барабанами и большинство есть песня без барабанных их меньшинство у вас есть минуту на то чтобы ответить на традиционный вопрос логана как относитесь к попсе попса форевер но вы слушаете прямо если честно слушаете ну а чем это как минимум но дело в том что по радио скажем заповедные времена все преподносилось ну почему же думаю радио как поп-музыка там было и лид зеппелин и джимми хендрикс и тут же был том джонс и какие-то напевы значит из этих самых ну что мы не называем так скажем тяжелый музыка или какой-то поэтому все я так и воспринимаю поп-музыка то есть то что не играется скажем залах филармонических консерваторских это все поп-музыка но поп-музыка допустим сегодня например не попса так это уничтожить но популярная популярные которые служат но больше людей чем допустим может быть вот в какой-то камерный зал филармониями еще но чужая музыка пусть отдохнет я хотел бы зрителям сегодня не подсовывать чужих песен на только группа пикник принесла нам несколько концертов и первый трек это серебро по моему да мы смотрим бра серебра а это со сказательным знаком а серебра а 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 и Если мимо пройдет, говори бы не зло, Сеять хаос и дырой, хоть его ремесло, Или сеть его слов, передергивать урод, Кузьмодом по урон, Кузьмодом по урон. А пока его кыри, режет и дешит длину, А пока не отходи, разгоняя волну, Хоть невидимые веки, пусть идёт они, Как и бывает, когда слишком много, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это те же гостыры, только меньше огня Это те же глаза, только моются края Это те же слова, только наоборот Посему да урод, посему да урод Или ты, или я, уж такая игра Или свет, или звук, или звук, или я Поднимите им ветер, пусть видят они Как и бывает, когда слишком много рови Все пора Все пора Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 музыкальную группу там была масса людей которые играли на всех инструментах и значит тогда собственно говоря ты случишь и когда у тебя в институтской группе можно не отходя от кассы играть то есть это не то что какой-то человеческий фактор что не за нашим сам все гораздо проще во-первых было понятно что это так скажем в том коллективе я могу играть на гитаре не более того мне хотелось петь еще свои песни свои песни я мог петь только значит создавая что ну грубо говоря до следующего на следующий звонок из кингисеппо юра лёш добрый ночи добрый ночи у меня такой вопрос я поклонник группе пикник то есть вот понятно вопрос такой вот так господин склятки так любитель поговорить в эфире и все такое частенько его видно на всевозможных я смотрю интересно где по петельскому телевидению там регулярно появлялся но вопрос можно пожалуйста вот вопрос такой а почему на концертах господин склятки ну максимум это антракт 15 минут перерыв все ну вот видите вы запомнили даже слова по последнему контрасту петербурга попробуйте хотя будут гости физическое огненное шоу гостей был один шевчук тоже очень глубоко мой уважаемый вот и вопрос из огненного шоу почему гости был один шевчук или это мы были гости зрители спасибо спасибо большое ну вот вы как раз немножко даже ответили что гости это не только музыканты гости и зрители гости и те кто значит делает шоу и гости те кто смог ну в данном случае вписаться программу потому что потому что у нас технически было все достаточно если вы были на концерте сложно и чтобы минимизировать все значит вот эти потери прежде всего для зрителей с настройками то есть шевчук он пришел с гитарой его быстро подключили там мгновение там секунд сам спел сам сыграл потому что в основном все таки все приходят или сопровождение коллектива то есть это несколько человек и тогда это значит затягивается как на фестивалях или на две сцены значит переворачивать все сверху на голову а почему минимум слов на концерте но потому что у нас опять же так выстроена программа что в основном все общение через музыку или вот тот самый видеоряд а перерыв без слов уже никак не обойтись объявить перерыв приходится словами скажите а какой у вас какие у вас отношения с вашими слушателями со слушателями да вот такие вот к людям которые приходят вам на концерт как вы относитесь собственно говоря лучше чем к тем кто не приходит стопроцентно да но собственно говоря ради этого мы играем то есть мы же не хотели играть на кухне перед там тещи или перед кем-то мы хотели играть значит переслушателями незнакомыми людьми которым будет который будет разделять значит как-то наши стремление или что-то такое вот из тех песен которые я послушал я сделал какие-то такие грустные выводы то есть время не очень ну вот я сейчас какой такой свое боль больше эмоциональное ощущение рассказываю как вы думаете людям действительно действительно нужна грусть больше которую вы как мне кажется вы именно грусть людям навязывать это не хотел не хотелось как минимум но дело в том что мне например кажется что у нас больше если так говорить исследование человека который попал в мир не обремененный каким-то багажом знаний там еще опыта пусть он первый раз сталкивается с другим человек с чувством назовем любовь или какое-то другое чувство и он значит человек родом ниоткуда так скажем и он должен прожить эту жизнь индивидуально понятно что это такое заключение у зрительно это невозможно но тем не менее человек обречен жить так скажем прожить свою жизнь то есть иногда хочется спрятаться наверное всем и быть в каком-то коллективе то есть вот коллективно значит что-то делать но тем не менее вот это как бы это не хотелось это не удастся никому то человек в одиночку должен быть пройти вот свой какой-то путь зачем почему неизвестно но тем не менее путь ниндзя путь ниндзя а путь ниндзя он на так скажем сопряжен со всякими и трудностями не только радостями но нас интересует человек не унывающий наоборот а человек преодолевающий так скажем то есть сталкивающийся с разными ситуациями но тем не менее преодолевающие вот эти сады как вот который соло на проводах агалян да его бьет на что потом встает и продолжает продолжает существовать следующей песни у нас гостях группы пикник сегодня и если вдруг у вас остались вопросы семьсот сорок шнадцать восемьдесят пять наш телефон и мой тезка следующий алексей не дождался но алексей может быть вы позвоните еще раз мы пообщаемся вы сказали про про любовь вот очень маленькое количество гостей действительно как оказалось готовы на эту тему разговаривать не знаете почему нет мой я разделяю так скажем потому что это индивидуальное чувство лично и говорить вообще о нем неприлично мне кажется так скажем также когда человек говорит громогласно заявляет что я люблю и повторяет это или там очень много эмоций так скажем публично то как правило это вот немножко даже как-то так не то что коробит но чувствуется какая-то наигранность и фальши так на самом деле как мне кажется а почему потому что вот и не знаю может быть с возрастом все меняется немножко но мне так кажется что когда любовь только приходит там например любовь к девушке вот они действительно хочется всем рассказать но сначала ей конечно вот а потом прямо хочется вот всему миру открыться и сказать да вот у меня это есть это искал ну иногда кажется что вот всему миру как раз это рассказывается когда находясь вдвоем вот люди не знаю что с собой делать поэтому они идут демонстрировать вот эти самые наигранные чувства публике то есть и если они действительно это самое испытывают какие-то такие феерические чувства то им не надо демонстрировать то есть если человека что-то интересует то ему как вот например вот недавние там ученый перелиман и мы не нужны эти даже премии деньги вот он доказал сам себе так скажем может это крайний случай что теорема доказано все но если это вот действительно из сердца откуда ты изнутри если это не наиграна так вот я и говорю если это не наиграно тогда и не надо играть в это и демонстрировать это всем людям потому что всем людям это вот кроме раздражения ничего не может вызывать то что им же надо чтобы их видели чтобы реагировать разный вечер допустим есть мастера великий мексиканский сериал допустим другое дело за это и деньги платят ну согласен не прямо даже запутаться потому что этого только про любовь или про любые эмоции может так сказать что не стоит вот их на на показ вносить ну смотря какие если человек там и если гол забили я думаю что это мгновенная эмоция которая действительно видно что человек там и чем дальше передвинемся в горячую страну там скажем в италию там люди из окон выкидываю выбрасываются или от горя или от счастья поэтому тут уж ничего не наигран скажите а получается переживать прямо из концерта в концерт те же ощущения что посещали при написании песен вот как это на буду это где жизни так скажем при написании песни она уже не становится для тебя чем-то новым пока она пишется она пока репетируется она уже так скажем может быть новой только для слушателя для нас она уже не может быть новый хоть как бы нам не хотелось потому что вот как раз про любовь я так думаю что первые два-три раза можно слезами счастья песню про любовь спеть вот а потом как-то это угасает вот так нет на любая песня она это тоже самое если гайку закручивать то есть первый раз ты не знаешь какую сторону может крутить а потом ты делаешь это в каком-то мере автоматически и ничего так скажем то есть ты начинаешь задуматься это начинает забывать слова как это не смешно про артиста который забывает слова мне прям очень хочется поговорить к сожалению мы прерваться на рекламу сбегайте к холодильнику сделать себе бутерброд налейте чаю у вас есть ровно три минуты группа пикник никуда не уходит доброй ночи еще раз группа пикник у нас в гостях эта программа ночью можно и если хотите дозвониться то 740 16 85 и сразу сергей добрый я давно вообще слушаю эту группу наверное вам лет 20 до в общей сложности по 25 начинали еще с аквариум ну сейчас мы отмечаем некое подобие 25-летие вот тем более потому что раньше это я еще у вас на пиратских кассетах вышел ну то есть когда это вообще то есть вас не выпускали а вы кстати готовы вернуть деньги за все пиратские кассеты которые когда-либо слушаю кому только не за это я не об этом хотел довольно таки глубже вопрос готов это вы же решайте сами вот у меня вот такой вопрос я хотел бы спросить под влиянием какого философа или в многих философов писались ваши тексты либо это карл скастанеда либо это марка я либо это ницше потому что у нас очень много с друзьями споров потому что один видит кассанеда другой ницше 3 марка я вот именно вы могли бы сказать под влиянием какого философа вы пишете тексты большая спасибо первая книга которая как-то оказывала воздействие была в ярко-лимонные вот примерно такой вот обложке это была книга лао дзы дау и д где-то девятом классе она мне попалась и стала неким фильтром через которые до сих пор что-то так скажем преломляется дау это путь слой не хочу это сам философствовать потому что там все настолько витиевато если мы начнем это помогать лао дзы интерпретировать его мысли то мы только запутаемся ну и намного позже мне попалась книга потом так говорил зарат устро так что вы правы есть там в песнях и эти мотивы но если если развивать вот кто еще повлиял на ваш то что потому что тут вопросов очень много человек говорил что фразы из комедии гайдая вот никуда не делись мультфильмы как это не смешно детские хотя это все интер при интерпретировано уже так что запутанные непонятно но тем не менее какие-то исходные может быть электрические импульсы они идут до сих пор вот родом из детства а какую песню принесли сегодня в студии ну я песню скажем которую я частенько исполняю как раз без барабанов оля русская народная там на самом на краю земли это мы на самом на краю земли в небывалой и голубой дали в небыль звуком небывалых слов сладко-сладко замирает кровь там ветра летят коса и звезд там деревья и не боятся груз а кианом бредит и корабли это мы на самом на краю земли и Из грудей, погоди немного, погоди, Чистый голос в небесах поет, Светлый полдень над землей встает. 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 Можно будет практически зажечь и затянуться и в момент выдоха нажать слив. Вопрос от пользователя с ником Unnamed. Да, 740-16-85 наш телефон, квадмосквы 495, соответственно. И номер айски у нас простой. Три тройки, пятерка, четыре четверки, пятерка. А Нейм спрашивает, чего нового вы принесли в мир музыки? Такой прям вот вопрос. Нового, я думаю, мы ничего не принесли, если честно. Потому что есть... Мы, так скажем, если можно сказать, взросли на музыке. Ну, иностранной, которая родилась на берегах Темзы. И поэтому мы не понимали, естественно, слов. И голос воспринимали, как еще один инструмент. Более или менее хороший. Другое дело, что мы эту музыку, может, адаптировали как-то по-своему, применительно к русскому языку. Потому что сначала казалось, естественно, что на русском языке петь невозможно. Но вот Ливан в понедельник именно это и утверждал. Я пою по-английски блюзы свои, потому что блюз по-русски нельзя. Ну, вполне возможно. То есть... Но у вас-таки получилось. Ну, мы не блюзы поем. Может, мы же пели блюзы. Но рок-воккультура все равно тут... Нет, но сначала это было... Казалось, что это какая-то абракадабра. Это так же, как мы купили перевод битловских песен, где там good day sunshine, и там тепло ясно. То есть, кроме... Иронии это ничего не вызывает. Вот формальное перенесение. Ну, вот... И наша, так скажем, незадача... Ну, вот мы как-то смогли адаптировать русский язык к иностранным ритмам. К чуждым. Ну, это тоже приятно. Следующий вопрос аж из Архангельска. Злата? Алло. Доброй ночи. Алло, здравствуйте. Или у вас, может быть... Вечер? Я хотела... Как бы... Я просто якобы не хотела ничего спросить. Я хотела поблагодарить то, что вы... Ну, приехали в Архангельск недавно. Приезжали. Вот. Вы как бы очень классный концерт отыграли. Все было здорово. Вообще здорово. Вообще прекрасно. Единственное, что наш мэр у нас такой любимый. Экран, в кавычках. Сить портил. Почему в кавычках? Он подарил мне птицу счастье. Она у меня висит на потолке. Да, мне он не понравился. Но птица хорошая. Птица не виновата. Нет, ну... Птица не виновата. Ну, как бы... Ну, не знаю. Мне не понравилось. Ладно. Ну, как бы... Ну, чтобы потом выступали все в Родвинске. Да все. Ну, как бы я все... Все это время была там. Ну, мы еще забираемся приехать. Так что приходите. Когда? В феврале. Ну, в феврале, вот Марат говорит. В феврале здорово. Не серьезно. До морозов. Да? До класса. Нет. Ну, как бы... Ну, спасибо вам, что... Спасибо, Злата. Спасибо за вас, Светлана. Спасибо за 12 лет. Ура. Вот это да. А сейчас вам сколько, если не секрет? 20. 21 скоро будет. Это уже срок. Семь лет. Ваш голос заряжает энергией, Злата, скажу вам. Да? Такой положительный, да. Смех у вас очаровательный. Спасибо большое, что позвонили. А вы споете еще? Ну, вот не прямо сейчас, а вообще сегодня. Ну, споем. Потому что, например, тут фанаты Агаты Кристи, которые передают вам большой привет. Fancy Flying. Ник такой приятный. Просит сыграть, не кончается пытка. Ну, споем даже вот как раз это самое. Марат попоет. Нет, не поешь. Марат, кстати, по вашу душу, тут тоже есть вопросы. К сожалению, вот ник не отобразился у меня. 29-21 начинается. Пишите ли вы свои песни? И если пишите, то когда начнете их играть уже? Блин, вот представляешь, если вот ты вот работал бы волею судьбы с Эдмундом, мне кажется, ты тоже перестал писать всякие песни. Это как раз и вы. Не заискиваю, а просто. Нет, история Эдмунда про работу с Гребенчиковым, да, это такая же история. Нет, Марат, это самое. Играл в группе Наполеон Бонапарта. И у нас вот есть мысль ее возродить, потому что... У меня вот есть один фанат Эдмун Шклярский. Да, название оно такое, это, как минимум, Франц Фердинанд, поэтому это было очень давно. Осталось настроить гитару. Ну почему, может быть, вы сегодня у нас играете? Для фанатов-то, Агата Кристи. Представляешь, я последних фанатов растеряю, если я буду играть свои песни. Не, на самом деле, песни писать, это кажется, это самое, что они все хорошие, на самом деле, это... Надо, чтобы хотя бы больше... Через одно. Чтобы больше трех человек сказали об этом. Пока только один говорит. Ну, как же так? Еще надо двоих найти. Еще надо двоих найти. И тогда можно будет публично исполнять. Нам наступает опять на пятки реклама. Вопрос у Флая вот какой. Просит рассказать какой-то самый смешной случай, который произошел на гастролях. Думаю, что за время рекламы вы должны будете это вспомнить. Может быть, два. Придумать можно? Или придумать. Ну и пока будет реклама, я постараюсь надавить на Марата, чтобы он для фанатов Агаты Кристи все-таки пару аккордов. Может, не знаю, если хотите, бас-гитару можно найти. Да я играть-то не умею, на бас-гитару он такой. Барабан, надо барабан. Ну а пока, в общем-то, реклама на телеканале. Если допили чай, налейте еще. Доброй ночи еще раз. Мы возвращаемся к разговору с группой «Пикник». Эдмонд Шклярский и Марат у нас сегодня в гостях. И вопрос вот какой. Микола спрашивает. Кстати, телефон 740 1685, код Москвы 495. Нет интернета, звоните. Микола спрашивает. Чем вызван интерес к символике и мифологии Древнего Египта? Ну, первое соприкосновение с визуальным рядом Египта поверг меня в страх и ужас. Мне было мало лет. Я помню, пришел в Эрмитаж и требовал, чтобы меня скорее вывели из этого египетского зала с закрытыми глазами. Потому что это на меня все оказывало какое-то подавляющее действие. И все вот эти почему-то мумии огромные, каменные. Ну и, собственно говоря, наверное, с первых этих страхов пошел интерес. И я, так скажем, мне всегда нравится на уровне визуального. Пирамиды, символика. Что она означает, я не знаю, но нравится. Скажите, а это буква «Ж», которая, ну, такая, похожая на букву «Ж»? Ну, это... Это вот иероглик, который вы используете. Это оттуда или это надо? Нет, это, так скажем, нарисованный специально, применительный для группы пикник. Ага. Он присутствует на всех декорациях, на всех... На всех наскальных изображениях. На скальных изображений. А в чем его суть? Суть это... Ближе к какой символе? Это герб пикника, не более того. А, то есть это, значит, группа буквы «П» и буквы «К», наверное, как-то так. Нет, это просто вот... Брался карандаш, бумага, и вот... Это, ну, начертание, оно удовлетворило как-то вот... Да, вот единичка, вот она, а единичка означает вот... И что более. Пришло время, наверное, смотреть еще один клип, но сначала вопрос по телефону. Андрей? Да. Доброй ночи. Да, привет. Ха-ха, не привет. У меня вот такой вот вопрос. Так. Значит, вот вы говорите, что читали философов, а вот... Нет, я не читал философов. Мне попалась книга, я ее пролистал, и то, что запало... Но это поверхностно. Поверхностно. Ну вот, а вырусь немного литературным языком. Вот у лирического героя вашей песни есть какой-то реальный жизненный прототип, то есть, ну, человек или просто он придуман с потолка, там, под впечатлением чего-либо. А вы про какую песню сейчас говорите, Андрей? Вообще вот о песнях, вот. Потому что, вот как вы говорите, у вас песни, ну, о разном, то есть, как вы... Мы сегодня немножко касались этой темы, вы, наверное, не сразу смотрите, но сначала... Нет, сразу. Я просто торможу сильно. Ничего страшного. Тогда мы как эхо повторим, что это моделируемый мир автора... Ну, а я это так и понял. Который что-то вкладывает, но, естественно, он, например, не может соответствовать всем образом по простой причине. Потому что там присутствуют великаны, вот мы великанами не являемся. Понятно, что это где-то даже вымышленный, иногда сказочный мир. Как это ни странно звучит. Да. Спасибо, Андрей. Я предлагаю сейчас на примере песни «У шамана три руки» разобраться все-таки в этом лирическом герое, в этом мире. С тремя руками, да. Да, и поэтому сначала смотрим клип, а потом обсудим. Группа «Пикник» у нас в гостях. У шамана три руки У шамана три руки У шамана три руки У шамана три руки У-о-о-о-о-о-о-о-о И крыло из-за плеча От дыхания его У-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Разгорается свеча И порою сам себя, сам себя не узнает А распахнута душа, надрывается, поет Надрывается, поет Надрывается, поет Ушам отри руки, о-о-о И вокруг как темный зал, на ладони в золотых Нарисованы глаза, видит розовый рассвет Прежде солнца самого, оказалось, будто спит И не знает ничего, что не знает ничего И не знает ничего Ушам отри руки, о-о-о-о Сад в рубиновых лучах От дыхания ему Разгорается, разгорается, разгорается Разгорается, разгорается Разгорается, разгорается Ушам отри Ушам отри Ушам отри Ушам отри Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хотелось бы узнать, когда он поступил в продажу Спасибо большое, спасибо Сергей Бокс это, я так понимаю, коробочка с DVD Деревянная Нет, не с DVD, там как раз должны быть пластинки Плюс бонусом DVD рассказывающий о небольшой истории, так скажем, группы за достаточно короткий период жизни Ну то есть год, наверное, да? Кто мобильный телефон студии не выключил? И все это будет упаковано в деревянную коробочку инкрустированную Нет, ну она такая Ну так, в дамскую сумочку там с трудом, но влезет То есть одна коробочка, она вот стоит того, чтобы ее приобрести А сюда можно складывать потом какие-то украшения Мед Фамильные ценности И когда можно или уже можно? Ну в принципе, вот ее везут, насколько я знаю, из Краснодарского края Где растет там вот какая-то порода дерева где-то делает И значит вот Как только привезут, то положат туда все Сложат, запечатывают опять же Речь идет о ближайших, там, я не знаю, пару тысяч лет Пару тысяч лет, ну да, действительно, мы успеем повзрослеть Может быть еще пару альбомов, пару тысяч Ну не больше двух, наверное Еще один вопрос от Сергея Сергей Алло Да Здравствуйте Добрый Меня зовут Сергей, мне 36 лет Здравствуйте Я на протяжении, наверное, ну больше 20 лет Слушаю пикник Вот в прошлом году, в феврале, был на концерте А где? В Москве Это в СДХ было И в связи с этим, наверное, вопрос Вот, да Меня интересуют, в принципе, два вопроса Во-первых, когда будете в следующий раз в Москве? Ну вот 24-го СДХ Только, то... Выйдет То выйдет, да Две тысячи лет То есть все готово, не хватает только вот немножко пластмассы Вот я в начале программы очень волновался А сейчас позволю себе спросить Почему джаз вы рядом с макобесием стоите? Ну, эта фраза я прочитал в газете Она мне очень понравилась И вот Подошла И к песне И вот И, собственно говоря, и к альбому она подошла Я вот не знаю, стоит ли такую свободу давать телезрителям Но, Марина Да, добрый день Сегодня только по телефону разговариваем Извините, так получилось Я просто нахожусь... Я сама из Питера В данный момент нахожусь за городом И поэтому, воспользовавшись как бы мобильным телефоном Увидев случайно, не спя, эту ночь Увидев одного из любимейших моих артистов Уже на соберении очень большого количества лет Тут как-то принято обозначать свой возраст Ну, в общем, я этого делать не буду, с вашего позволения Но, тем не менее, все 25 лет я слежу за вашим творчеством Была 8-го числа с друзьями на вашем концерте Огромное спасибо, потрясающе Единственное, если позволите, мой такой небольшой комментарий Мне бы хотелось узнать ваше мнение Вот все эти годы, даже я так считаю, немножко трудные для вас Мы посещали, к сожалению, полупустые залы на ваших концертах Но, тем не менее, всегда, и был такой клуб «Старый дом», который тоже, к сожалению, в Питере закрылся Мы и там вас посещали Ну, и, честно говоря, мы очень обрадованы были, когда увидели, что полный зал был 8 октября Просто полный аншлаг Великолепная программа Великолепно, как бы, ну, просто потрясающее чувство все это вызвало Но, к сожалению, нам показалось, вот мне и моим друзьям, нас там было четверо, одна компания Что, к сожалению, вы немножечко в грустную ноту второе отделение вот так вот пустили И немножечко зал так, ну, может быть, я бы сказала, так заскучал Очень хотелось услышать, конечно, телефон, конечно, шарманку Огромное спасибо за то, что вы включили вампирские песни в свою программу То, что вы не делали никогда С огромным удовольствием все это послушали новые песни Спасибо огромное Но, тем не менее, почему вы немножечко так вот загрустнули на втором отделении Спасибо большое, спасибо, Марина Кстати, да, 740, 1685 Да, это моя вина была, к сожалению То есть он хотел, как раз вот, настаивал на вот продолжении лирической какой-то темы То есть вместо вот этих самых в меру бодрых телефонов, шарманок и так далее И вот, значит, ну, собственно говоря, когда вот вы приходите на концерт Pink Floyd Вы же не ждете чего-то такого Там вот одни рок-н-роллы Да, рок-н-роллов одних И вот мы решили вот пойти по такому порочному, может быть, пути Вот второе отделение сделать немножко более в каком-то месте лирическом Не, ну, своя порция веселья там все равно в конце была То есть там никуда не денешься Вот я очень хочу вас порасспрашивать про вампирскую культуру И вот рассказывает эту историю о том, что без чека из Астрахани с рыбой ехать нельзя И, в общем, вот поезд, он как-то пахнет не колбасой, а рыбой Да, но мы остановились на вампирских песнях И вот через интернет тоже спрашивают, что побудило Эдмунда к написанию альбома «Вампирские песни» И вообще, вампиризм – это же такое какое-то странное явление Ну, опять же, фильмы только не Гайдая, а уже другого автора Громостокера, если я не ошибаюсь Черно-белый фильм под названием «Дракул» Ну, вот, и сейчас до сих пор возвращаются режиссеры, снимают фильмы Поэтому тут ничего удивительного Это вот какой-то образ, который можно, так скажем, эксплуатировать и в песнях Он достаточно романтичный, собственно говоря Но вот тут вы и признали, что вы как раз эксплуатируете То есть это такая коммерческая нотка Нет, но дело в том, что если у человека есть интерес, то можно назвать эксплуатацией Можно назвать как угодно То есть нам понятен, допустим, то есть не понятен, но интересен, может быть, мир существ Которые живут по каким-то своим законам Ну, допустим, формально вот они там побаиваются дневного света Выходят ночами, но также и люди, живущие рядом Вроде живущие по одинаковым биологическим законам Они зачастую живут по внутренним законам Совершенно диаметрально противоположно Они тоже сбиваются в какие-то стаи Или вообще они живут, там, скажем, непонятые и близкими То есть, поэтому это скорее интерес к существам, которые живут рядом Но не вписываются, в общем, в общую картину мозаики Без прописки Но вы тут с лирическим героем, у вас есть что-то общее или нет? У каждого человека есть общего То есть он же не может быть понят всеми Это может быть гипертрофированное какое-то Через увеличительное стекло мы что-то рассматриваем Вот мы рассматриваем человека, который вот живет по своему закону Я почему к вам пристаю по поводу вампирских этих всех тел? То есть, во-первых, это как образ, через который можно раскрыть внутренний мир человека Совершенно не интересно не в том, что он кровь пьет там или не пьет Это как раз совершенно, может, даже неинтересный момент Тем более в этом черно-берном фильме там не было ни крови, ничего А были вот просто какие-то больше силуэтов Романтические какие-то Я помню, что вас пригласили озвучивать как раз вампиров В этом рождественском языке Хор! Да И как раз комментарии были именно такие, что Ну вот Эдмунду близка вампирская тематика Поэтому мы хотим, чтобы Нет, тематика-то она близка, но вот именно потому, что я сказал Вот мне как раз было интересно Это, может быть, у вас в жизни какие-то были такие эксперименты? Комары Комары В Питере очень комары комаров, понимаешь? Лена? Сосуд крови Лена, вы еще там? Да Доброй ночи! Доброй Ну, вы можете задавать свои вопросы, да Ну, вопросов я не хотела ни гости задавать Я просто хочу сказать, что большое спасибо группе «Питник», что она выступает раз в полгода И мы регулярно ходим на нее, мы очень ее любим Где? Полгода раз? Вот, и мы были 8-го числа на этом концерте Который был в БКЗ «Октябрьский» Были просто в экстазе, можно так сказать В электрическом А нас там не было Кого там не было? Ну, вот у нас, да, не было там А, ведущего там не было, да? Ну, да, да Там мы там были Я тоже хочу экстаза Нам очень понравилось, но не было, так сказать, наших групп Наших любимых песен, это «Стрела» Потом, когда мы вышли, народ уже был в экстазе И он пел просто, подпевал эти песни Собирались в компанию Пели песню «Стрела» Пели песню «Ноль-ноль-ноль» Самые наши любимые, так сказать В общем, было очень замечательно Ну, у вас такая великолепная возможность сейчас на всю страну Задать какой-нибудь каверзный вопрос в любимой группе Ой, а я даже не знаю, как вы каверзный вопрос Смешать с грязью Если хотите, да Но, все равно, спасибо за звонок Хочу вот вас попросить, уважаемые телезрители Спасибо, это, конечно, здорово, но раз вы дозваниваетесь, вы спрашиваете что-нибудь такое, чего вот, может быть, никогда не сможете спросить Это же тоже приятно Мы не сможем ответить никогда Да, кстати, с вас история про какая-то смешная из тура То, что мы обещали У меня даже есть смешная история вот из сегодняшнего эфира Вот первый раз вот эфир, где люди звонят и говорят, вот я такой-то такой-то, мне столько-то лет Хотя их не спрашивают Такое вот нигде У нас честно тоже первый раз, да, такого не бывает обычно Паспортные данные Да, вот я такой-то такой-то Спортал у нас только люди с удивительными именами и фамилиями показывают А тут Ну а что касается этих самых гастрольных смешных историй, то, что тебе смешно, нам-то грустно, понимаешь Понятно Вот, и все эти истории, они сквозь слезы смешными становятся С первого, например, вот сейчас у нас После лета поездка на поезде И, значит, барабанщик, который негодует по поводу того, что жарко в купе Он обещает, что он наконец купит градусник Будет с этим градусником требовать у проводниц, чтобы они устанавливали соответствующий температурный режим А температурный режим у него минус два градуса Мы с ужасом думаем, когда же мы С ужасом ждем этой покупки Минус два А он такой человек Он ходит в футболке Да, мы когда приехали в прошлом году в Екатеринбург Там что-то там минус тридцать И он в одной футболочке там щеголел Вышел на репетицию Это с канадцами я одним переписывался И говорил, что ну вот у нас мороз Он говорит, а я вообще в минус пять хожу на улице По улице в шортах Ну, в смысле как, прыгну в машину, заведу и опять домой Ну, вот, наверное, да Ну, раз уж мы заговорили о концертной практике То еще один кусочек концертного видео Фиолетово-черный Специально для фанатов Агаты Кристи Ну, и для нас с вами Субтитры подогнал В красный рот тихо плавец от зноя Певица беспокойный опал Гладил баха на темною бою Если можешь, беги, рассекая руки Только чувствуй себя обреченной Стоит солнцу зайти, а вот и я Стану вмиг фиолетово-черный Фиолетово-фиолетово-черный Фиолетово-фиолетово-черный Это сегодня позволено всю Что кушаешь всегда так увлеченно Видишь, я над тобою кружу Это я, фиолетово-черный Если можешь, беги, рассекая руки Только чувствуй себя обреченной Стоит солнцу зайти, а вот и я Стану вмиг фиолетово-черный Фиолетово-фиолетово-черный Фиолетово-фиолетово-черный Фиолетово-фисон То-ти-коррик Фиолетово-фиолетово-фиолетово-черный Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, да, да Я летово, я летово черный Я летово, я летово черный Субтитры сделал DimaTorzok Четыре четверки, пятерка Макс пишет Мне давно нравится группа Пикник Ходят слухи, что у Эдмонда Шклярского есть дети Это правда? Если да, чем они занимаются? Ну, ничего необычного в этом нету В детях В их наличии У меня двое детей Сын и дочка Дочка закончила институт Сын учится А как они к вашей музыке относятся? Ну, они Если Они находятся в этом пространстве Они Уже как-то В нем находятся Они даже не должны как-то относиться Это как, наверное, кухонная плита Дома То есть она присутствует То есть она есть и она не обсуждается Да, она не обсуждается Она включается Выключается Там, если Музыка звучит громко, например Там Человек закрывает дверь Или что-то такое Но, тем не менее От этого же Факты Отмахнуться невозможно Но они как-то пытаются Корректировать работу этой плиты То есть там А давайте эту конфорку заменим Там или эту То есть они Надо же на ком-то опробовать вообще Мотивчики Первый слушатель Это же Вот есть кот Но Его не спросишь То есть ему, в принципе Комфортно, как мне кажется Он приходит Когда я играю на гитаре Садится И поэтому Значит Не так все плохо Но он не говорит А дети И жена Они могут Что-то рассказать А часто вы слышите Негативные отзывы Ну, а позитивные Они меньше интересны То есть Когда Говорят, что это слово Например Коробит Мне приходится доказывать Что оно Необходимое Или Заменять его Так или иначе Как это не обидно Да То есть Но вы к критике Нормально относитесь Ну, это Критики конструктивные Потому что Если человек Заинтересован в тебе И хочет Это самое Ну, так скажем Чтобы было лучше тебе И им же Опосредованно То такая критика принимается А критика Так скажем Сам дурак Она, естественно Не воспринимается Скажи мне, кто я Я скажу тебе, кто ты Сейчас мы опять Вынуждены отключиться На рекламу Но какую вы песню Споете после рекламы? Я спою Настоящие дни Вот О настоящих днях Мы поговорим Через три минуты Никуда не уходите Мы возвращаемся У нас в гостях Напоминает группа Пикник И у нас остается Всего полчаса Чтобы задать Самые важные Для нас вопросы Эдмунду и Марату Так что звоните Потому что То сцена была Скажем Неподходящая То времени не хватало В общем Бубен катался Катался Ну это приятно Такая миротворческая У вас значит Миссия То есть в бубен Никто не бьет И не получает На ваших Да Ну как символ Он это самое В чемодане так Прокатался Но он для третьей руки Шамана я думаю Так где-то вот лежит Не ну сейчас уже Все в порядке И еще Это кстати был Вопрос из СМС чата Который у нас Вот здесь вот И Ой Тоже в чате написал Что да Пикник это серьезно С иероглифа Зауважал Так что это еще одно спасибо Вам за ваше творчество Легкий вопрос Для разминки Где вы взяли Такие очки Папас Спрашивает Ну смотря какие очки Которые На мне сейчас Невидимые У меня Были несколько Так скажем Разновидностей Одна из разновидностей Была сделана Из браслета Для часов То есть туда были Вставлены потом Пленки Фотографические Так скажем И вот Какое-то время Я выступал в них Потом Мы выступали В Грузии Там Кто-то похитил У меня эти очки Мне пришлось Находить такой же браслет И снова значит Их делать Ну они значит Лежат у меня В закромах Вот это как раз История О гастролях Которые вы Зажилили Зажилили Я понял Ну с вас песни А потом серьезные К серьезным вопросам Перейдем Сразу Это выстрел Это выстрел Весок Изменяющий бег Это черный чулок На загорелой ноге Это страх темноты Страх, что будет потом Это чьи-то шаги За углом Это Это камень в руке Это лезвие бритв Настоящие дни Настоящие дни Это ждущий свет Люди в серых полету Настоящие дни Да Да Это Если будет день Значит тени не в счет Если характери То кривым мечом Если душа свет Значит грех То грех Если не нарез Значит выше всех Значит выше всех Примерно так Класс Я прямо надеялся Что это не закончится никогда Приятный звук гитары Ночью Это в двусмысленно звучит Соседи Не закончится Нет, я с улыбкой это сказал Да Сразу вот вам какой вопрос Тоже ник не отобразился К сожалению Да 740-16-85 Это наш номер Телефона Вы все еще можете дозвониться Обязательно называть Называть нам свой возраст Не забыл сказать Да И сегодня все почему-то Называют возраст Евгения Здравствуйте Мой возраст 22 года Прикольно Сегодня флешмоб такой Все звонят И говорят сколько им лет Вот Ну вы же спросили 22 Мой возраст 22 Меня никто не понимает Я очень люблю эту музыку Да Меня в принципе Всего моего возраста Никто всерьез не воспринимает Я бы хотела задать вопрос О том что Вот Как бы люди Исполняют музыку Да Очень она мне нравится Я ее очень люблю Вот Ну как бы Волнуюсь Извините Да не волнуйся Евгения Тут сейчас Все свои В общем-то Вот Мне очень нравится Вот это исполнение То что вот сейчас звучало Мне очень нравятся Вот эти люди Которых я вижу на экране Я в принципе Каждый вечер Рамбля смотрю Вот Мне бы хотелось бы узнать Неужели Молодые Поколения Наши Да Неужели Они не могут Как бы Воспринимать Вот эту музыку всерьез Евгения Скажите А вас именно сверстники Не понимают В плане этой музыки Да Меня не понимают сверстники Меня называют Как бы Ну Вроде как Отсталые А где вы живете? Желебино А то есть Москва даже? Да Москва Переезжайте А скажите Что слушают Ваши сверстники? Мои сверстники Слушают Вот эту вот Папсу Значит Зверих Ой Да Звери Значит Слушают Animals Вот Слушают Рамштайн Лимбиски Вот эти вот Долбежные музыки А меня это в принципе Ну Не нравится Не вставляй Более спокойное Более старшее поколение Но вы же чувствуете Что Уважение у вас К самой себе Должно возрастать И возрастать От того что вы Вдумчивую музыку слушаете Мне очень нравится Восьмидесятые Класс Вот это такая редкость Я очень люблю Вот эти вот Ну Как бы Восьмидесятые годы И сиди И Рок Да 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 Вот Папа Как бы Меня слушал Прилучил Меня к этому Спасибо большое Что вы позвонили Сейчас мы Спросим Эдмонда В чем же Все-таки Проблема Много у вас Молодежи Подростков Проблема Это вообще Не в музыке Потому что Например Мы глубоко Даже не знаем Кто из нас Слушает Играющих В пикниках Какую музыку Втихаря То есть Дело Не в музыке А Заныкаться И Бритни Спирс Там Быстренько Запросто Дело В смысле Как препарат Или как Нет Не как препарат Ансамбль Такой есть Украинский А Да Да Украинский Препарат Там у них Грузины Три парня Две девки Там поют Парни Такие там Парни Они пишут А девки Поют А да Но Не пребиваем Пардон Да Это дело Не в музыке А В этом самом В умонастроении Которое вокруг А музыка Там собственно Горя Ни при чем Если окружают Люди С которыми Комфортно То С ними Можно И музыку Слушать Можно И не слушать А если С ними Некомфортно То Никакая музыка Которая нравится И тебе И им Она не пойдет На пользу То есть не пойдет И кусок В горло Не полезет То есть у нас же тоже Музыканты Это не те кто Лучшие по профессии Скажем А те с кем Можно Например Ехать в купе И ни о чем Не разговаривать То есть это Вот Может быть Даже тест На совместимость Мы хоть Не космонавты Но тем не менее Какое-то время Находимся Вместе И вот Если вместе Мы можем Долго молчать Вот это Наверное Тест На какую-то Психологическую Совместимость Это хорошо Когда можно Помолчать Или наоборот Это на хорошо То есть Не надо Заполнять Паузы Словами То есть Не кажется Что Паузы Как-то Нет Бывает Тягостная Пауза А когда Пауза Она длится Скажем Долго Но она Не является Тягостной Тогда Вот это Замечательно Но вообще Вот эта ситуация Когда Друзей выбирают По музыке Которую Которую Друзья Слушают Это Это Немножко Какой-то Не знаю Это Также По одежде Мне кажется Это Немножко Неадекватное Какое-то Восприятие Мира То есть От этого Надо уходить Потому что Музыка Она приходит И уходит А человек Если тебе Действительно Вот Если действительно Нравится Если любишь Там Или как-то Уважаешь Друга То Ну Музыка Не музыка Ну Одежда Не одежда Как-то Все Вот эта Шелуха Она куда-то Девается Сразу Потому что Я не знаю Как вы Отнесетесь Если Допустим Питер Разделится На тех Кто любит Вашу Музыку Нет Ну Это вообще Это так же Ну Говорили Как вот Одежда Там Одет человек Вот В ту марку Джинсов Или не в ту марку Джинсов Это Настолько А если в ту Но она при этом Пиратская То есть Не там Шили Это Вообще Кошмар Скандал Еще один Звонок Из Петербурга Наталья Добрый вечер Добрый Ночь Шуршит Над головой Как вампир Черный плащ Мы проходим стороной Эти игры Не для нас Эдмонд По-моему Этой песне Больше 25 лет Вы сказали Что в вашей группе Лет 25 Нет Это сознательное Сознательное Время От написания Первого магнита Альбома А до того Как Альбом был написан Естественно Песня существовала И исполнялась На танцах В таком случае Да Вот я хотела вас Как раз Спросить Что когда вы Становились на крыло В пригороде Санкт-Петербурга Юйки Все ваши Все участники Вашей группы Они не были Профессионалами Это была такая Самодеятельность А сейчас Ваша Сейчас самодеятельность И сейчас самодеятельность То есть у вас нет В группе Профессиональных Музыкантов Профессиональных Которые бы Закончили Полноценную Скажем Консерваторию Нет То есть Некоторые Участники Учились В музыкальных школах А так У всех Техническое образование Понятно Спасибо Специально для вас Сейчас прозвучит Песня Ночь Собственная Поэтому Трубку можете класть А вот из телевизора Начинайте слушать звук Поехали Побалуем себя Музыкантов Музыкантов Ночь Ночь Шуршит Над головой Как вам Музыкантов Черный плащ Мы проходим стороной Эти Ливы Не для нас Пусть В объятиях Темноты Бьется Все, кто-нибудь другой, Но мы свободны и чисты, Мы проходим на море. Вот и я, дорогой, Добой в ушах, Это смираться, это ручь, Лишь пока светло не вязать, Лишь пока не наступь ночью. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и его интересуют, скажем, какие-то темы. То есть, это не зависит даже от возраста. Вот он или задумчивый, или наоборот, он какой-то там подвижный, спортивный и так далее. И если ему, скажем, взрослую книжку прочитать, он там поймёт всё, что ему надо. То есть, не обязательно ему показывать, скажем, постоянно каких-то петрушек. То есть, с ним можно говорить обыкновенным человеческим языком, как мне кажется, независимо от возраста. Некоторые психологи как раз настаивают на том, что если с детьми сюсюка, то они вырастут гадами, и, в общем, рано или поздно так и будут. Перебьют своих родителей. Да, да, да. Хороший вопрос вот через интернет нам пришёл. К сожалению, Ник тоже не отобразился. Но есть ли у вас понятие хорошо прожитой жизни или вот плохо? Плохо. И вот что такое хороший человек, что такое плохой человек? Ну, для этого надо её прожить. Этот миг, наверное, каждый отдаляет всё-таки, чтобы делать выводы, как он прожил. Ну, я, например, не знаю, по крайней мере, смысл существования человека на Земле, мне не понять, зачем он живёт. И я думаю, что никогда об этом не пойму, зачем. Мне кажется, смысл просто в существовании, не более того. А вот хороший или плохой человек? Ну, плохой. Каждый считает себя хорошим, как мне кажется, изначально. Или если он делает что-то, может быть, нехорошее, он себя оправдывает. Поэтому что считать? Или со стороны обвинять человека, или давать ему какие-то эпитеты. Это один вопрос. Или как себя сам считает человеком. То есть, изнутри, наверное, каждый ищет лазейку, чтобы назвать себя хорошим. А вы сказали, что в момент вот этого сознания его каждый так... Ну, не осознание, я имею в виду, когда можно сказать, я прожил жизнь. Вот такое. А зачем непонятно? Да, зачем непонятно, собственно говоря. А часто вы о смерти задумываетесь? Ну, как, если смерть, она начинается с самого рождения, так или иначе, она присутствует в том или иначе виде. В виде там... То есть, любой ребенок сталкивается с какими-то там, не знаю... Сейчас с телевизионными сюжетами. То есть, смерть, она, так скажем, везде присутствует. Или в картинке, видео, или там в тексте. Поэтому задумывайся, не задумывайся, она, так скажем... К тебе придет в том или ином виде. А вот ваш лирический герой, он слушателей пытается больше отвлечь от смерти или как-то, наоборот, привлечь ее от смерти? Так и осмыслять-то ее незачем. Она, если так нагрянет нечаянно, то и не надо ее, собственно говоря, осмыслять бы. Но есть же вот этот страх смерти, который каждому присущ. Вот удается вам его побороть? Да почему он побороть? В самолете всегда страшно лететь. Если человек там принимает взлет за посадку, тогда ему, он облегчает эту участь полета. Да, уже поборол. А так никуда не денешься. Следующий звонок опять из Питера. Александр. Да, доброй ночи. Москва сегодня спит, Александр. Скажите, пожалуйста, прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за ваше творчество. Очень приятно всегда слышать ваши песни. И вопрос у меня такой же. Значит, я последний раз был на вашем концерте. Это был, по-моему, 98-й год, БКЗ Октябрьский. Давненько. Я впервые тогда услышал аранжировки такие богатые. Как мне показалось, да, немного что-то было похоже на творчество Пинк Флойд. И у меня тогда еще родился вопрос, который я несколько лет хотел бы задать. Творчество Пинк Флойд как-то повлияло на ваше творчество, как-то отразилось? У меня есть еще один вопрос. Пользуясь случаем, я хотел бы полюбопытствовать, как удается писать такие песни? Откуда рождаются такие тексты? А какие такие, Альфа? Ну, я бы, наверное, назвал их прежде всего, ну, не знаю, интересные, мистические, какие-то фантастические. Вот я бы, наверное, с вашего позволения такую оценку дал. Спасибо большое. Ну, во-первых, если говорить о богатстве аранжировок на концерте, как Пинк Флойд, это лесть, которую мы даже не можем принять, я бы так сказал. Потому что мы иногда пересматриваем концерты... О богатстве еще можно говорить. О их богатстве, да. Но о богатстве... Богатству храбрых. А, да, аранжировки, то есть, может быть, если говорить о каком-то существовании на сцене, то оно чем-то, ну, можно так сказать, заимствуется, поскольку нам близко вот создание какой-то театрализации, значит, вот... Взрывы. Взрывы, да, там это самое, шуткий юмор. А что касается чего... Откуда? Откуда и зачем? Ну, опять же, это вопрос, который себе самому не задается. Есть какое-то умонастроение, с которому... Голова, которая была дана, и, собственно говоря... Но вдохновение, оно же не из головы приходит. Вдохновение, это не тот, скажем... Термин? Да, не тот термин, которым, наверное, надо оперировать. Потому что, если ждать вдохновения, то есть, вот, это то же самое, вот, я говорю, в мое время, в детстве были лунатики. То есть, вот они... Они и сейчас есть, уверяю вас. А вот сейчас нету. Нету сейчас. Также были композиторы, которые могли партитуру, значит, на салфетке, на рукаве где-то записать. То есть, немножко время, мне кажется, изменилось. Сейчас у каждого карманный компьютер, быстренько партитура, мышечка и там кли-кли-кли-кли-кли-кли. Поэтому и лунатики, и композиторы, которые ждали вдохновения, оно немножко, мне кажется, ну, не сегодняшний этот день. То есть, все-таки можешь, хочешь писать песни, садись и пиши? Ну, в музыке так, например. То есть, я беру инструмент и начинаю искать аккорды, которые лягут, скажем, в основу песни. Со словами все намного сложнее. То есть, должна появиться фраза, откуда она придет, неизвестно. Но, тем не менее, она записывается и потом... То есть, в этой фразе должна уже быть жизнь какая-то, внутреннее электричество. Тогда песня, она может состояться. Если это внутреннее электричество, заложенное в трех словах, вот, поймается, тогда песня может быть. У нас остается буквально минута до момента выключения. Электричество. Да-да-да. И как погаснет свет, последний вопрос от Моби Дика через интернет пришел. Считаете ли вы себя счастливыми людьми? О, вкус. Ну, счастье – это вообще такое понятие непродолжительное. То есть, может быть, миг, когда ты чувствуешь себя счастливым, безотносительно вообще к происходящим. Потому что, так же говорить, я люблю человека за то, за то, это так же, говорит, я счастлив потому-то, потому-то. То есть, счастье, оно вот не связано, как мне кажется. То есть, это, скорее, животное какое-то ощущение, просто существование себя, как вот, может, ощущение себя какой-то частью всего живущего, но не связанное, скажем, вот, ни с чем материальным, наверное. С курсом евро. Да, с курсом евро, это точно. Но все-таки вы думаете, что счастье – это про вас или нет? Ну, счастье – это миг, который вот ты можешь ощутить неизвестно там где, и оно не связано вот с курсом евро. Спасибо большое, что пришли. У нас в гостях сегодня… О, сейчас я скажу это еще раз, мне доставляет удовольствие говорить. Сегодня в гостях у нас была группа «Пикник», Эдмонд Шклярский и Марат. Марат, вы же на басе, да? Как правильно, на басе или на басу? На басу. Ну, вы… Да, да, да. А правец Алексея, меня зовут, это была программа «Ночью можно», завтра другая тема и другой ведущий. Спокойной ночи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok